В преддверии дня профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, который традиционно связан с началом нового учебного года, в Щелковском райотделе госавтоинспекции прошел круглый стол с участием представителей образовательных учреждений, ответственных за безопасность. Начальник отдела Денис Кравченко и командир 4-й роты 2-го полка ДПС Южный Роман Живов, который обслуживает территорию нашего района, привели неутешительную статистику. За 8 месяцев этого года в районе произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 13 детей. За аналогичный период прошлого года 4 ДТП и 5 пострадавших. Руководители автоинспекции подчеркнули, что только комплексная работа, включая рейды ГИБДД, практические занятия с участием автоинспекторов, учителей, воспитателей, родителей могут повысить безопасность наших детей на дорогах. И одним из таких средств призваны стать детские автогородки. Все, кто пришел во вторник на открытие стационарного автогородка на территории 1-й Монинской школы, услышали много добрых пожеланий. И особенно приятно отметить, что не каждая школа, далеко не каждая школа обладает вот таким учебным городком. Правила дорожного движения соблюдать сложно всем, и маленьким, и взрослым. Но в первую очередь мы, конечно, беспокоимся о вас, наши дорогие дети. Хочу обратить внимание, у кого сегодня прекрасная погода. Вы говорите о том, что мы делаем хорошее дело, природа, Господь радуется этому. Ребята, вы идете по дороге знаний, вы идете в школу, чтобы получать те знания, которые пригодятся вам в жизни. Но правила дорожного движения, они при этом учат нас идти и по дороге жизни в прямом смысле этого слова. Чтобы вы были здоровы, чтобы вы сохранили свою жизнь, чтобы не пришла беда в ваш дом. Этот городок, я думаю, он поможет воспитать безопасность, свою безопасность, а в некоторых случаях еще и подсказывать своим родителям иногда, для того, чтобы все у нас в Монино было прекрасно. Я хочу, чтобы дорога к школе, и я думаю, что все присутствующие меня поддержат, была безопасна не только во дворе этой школы, но и во всем Монино. И получили практические полезные советы. К сожалению, в последнее время несколько случаев произошло трагичных, связанных с детьми, которые шли в наушниках и не слышали звука приближающегося транспортного средства. Из-за этого ребята пострадали. У меня к вам огромная просьба. Вот это ложное чувство защищенности, когда вы идете на наушниках по улице и слушаете любимую музыку, может привести к очень плохим последствиям. Это одно из очень важных сотен правил, которые вы должны знать. Школа номер один взяла шефство над автогородком. Ее директор Ольга Денисова пригласила всех младшеклассников остальных монинских школ регулярно приходить на занятия по безопасности дорожного движения. Вместе с главой поселения и начальником районной автоинспекции директор торжественно открыла движение по улицам городка. И оно сразу же стало весьма интенсивным. Но тут на помощь пришел регулировщик. Если регулировщик к вам стоит либо лицом, либо спиной, руки опущены, либо разлетены в обе стороны, на него ехать нельзя. Если регулировщик к вам повернулся боком, значит проезд разрешен. У нас на территории образовательного учреждения впервые создан такой масштабный автогородок. У нас традиционно всегда были мобильные автогородки. В детских садиках маленькие знаки выносятся на улицу, дети поиграли и ушли. Эти знаки более серьезные, они автоматизированные, они показывают красный, зеленый сигнал светофора. И ребятам просто интересно в таком автогородке находиться и применять на практике те знания, которые они получили на уроках ОБЖ или в рамках работы кружка ЮИД. Мы надеемся, что ребятки, применив на практике их свои знания в этом городке и в реальной жизни, будут тоже более аккуратны и осторожны. Открытие подобных автогородков, как с выносным оборудованием, стационарного типа, очень важно для обучения, привития навыков безопасного поведения на дорогах детям, как младшего дошкольного возраста, так и начальной школы, средней школы. Это очень важно, потому что более 50% дорожно-транспортных происшествий, к сожалению, это наезды на пешеходов. Хорошее время года, мы всегда будем изучать данные правила. Надеюсь, что дорожно-транспортных происшествий будет ноль.